Мы продолжаем телемарафон «Город-герой героям». Тема, цель нашего марафона – это собрать средства в поддержку полевого госпиталя, в котором работает более ста одесситов, которые сегодня находятся на границе Донецкой и Запорожской областей и оказывают помощь, спасают наших военных, мирных жителей, все тех, кто страдает в рамках этой, хоть и не объявленной против Украины, но совершенно реальной и страшной войны. И сейчас у нас новый гость – это господин Аднан Киван, которого хорошо знают, крупный предприниматель, человек, который основал «Кодор-групп», крупнейшего застройщика в Одессе, но также, который много делает как общественный деятель, основал фонд стабилизации ситуации в Одесском регионе. Я хотел бы вам задать первый вопрос. Но вообще даже до вопроса я бы хотел сказать, что господин Аднан Киван пришел не с пустыми руками, а принес полмиллиона гривен, 500 тысяч гривен в рамках нашего сбора средств. Сейчас эти деньги уже в сейфе, которые возле меня. Поэтому, во-первых, хочу вас поблагодарить. Это действительно очень серьезный вклад, который позволит многое сделать для наших ребят и для наших медиков, которые там работают. И задать вам такой вопрос. Вы человек, который не родился в Украине. Вы живете здесь уже 33 года, но родились в другой стране. В то же время вы создали фонд по стабилизации ситуации в регионе. Помогаете, я знаю, и нашей армии со средствами. Вот сейчас от души в такой широкий жест приняли участие в нашем марафоне. Хотелось спросить, почему? Я думаю, это кодекс совести. И не важно, человек где живет. Я вообще считаю себя интернациональным человеком. Меня всегда вдохновляло, вдохновляет и будет вдохновлять высокая мораль. Я уверен, что это момент высокой морали участвовать в каждом фонде, в каждом марафоне, в каждом шаге, который помогает Украину сегодня в данной ситуации, в которой она оказалась. И это никак не просто должно идти, хочу или не хочу. Я уверен, что это долг каждому человеку. Я пришел от моего имени, от имени моей семьи, моей жены, мои дети участвовать с вами в этом марафоне. Это для начала. А мы дальше будем участвовать больше и больше с помощью Бога. Уверен я, пожалуйста, что справедливость восторжествует. И супер победа в сторону Украины, в пользу Украины будет. Украина будет единое государство. И данная маленькая война, которая на востоке Украины, она вот-вот-вот закончится. И она с помощью Бога никак не коснется Одессы. И в Одессе нет таких моментов для ажиотажа. Однозначно. Спасибо вам большое. Вот такой вопрос. Нам уже звонят люди, очень много звонков. Я хочу вас поблагодарить. Кстати, уважаемые телезрители, если вы захотите поставить вопрос нашим гостям в студии, мне, пожалуйста, вы можете звонить по телефону 42 93 23. 42 93 23 и ставить свои вопросы. Нам очень важно услышать ваше мнение. И продолжайте участвовать в том голосовании, которое мы ведем и которое перед вами. Вот важный, мне кажется, очень вопрос. Мы организовали марафон, и много людей звонят, говорят, ну вот это сегодня, всего там 4 часа, мы будем работать до полуночи. А многие люди хотят помочь, и нужно больше времени, потому что мало в Одессе звучит тема войны. Вот прямо нам звонят, разрывают телефон. И мы вот прямо сейчас на ходу принимаем, наверное, решение, этот марафон сделать таким большим, всеодесским, всегородским, и продлить его, и такой финал сделать 16 августа. Это незадолго до Дня Независимости. Даст Бог, может быть, у наших военных там будут успехи уже на Востоке. Но если так, то очень много помощи будет нужно мирным жителям, раненым, тем людям, которые пострадали в этой страшной войне. Как вы смотрите на это? Я согласен на 100%. Я думаю, эта идея, Алексей Алексеевич, мы сделаем ее 16 августа, и если надо, будем повторять много-много раз. Этот долг, он священный долг. Сегодня участвовать в таких марафонах, помогать Украине, помогать стране, помогать городу, это самая великая молитва. Спасибо. Это самый лучший шаг. Поэтому я на 100% согласен, готов представить наш арабский культурный центр, суперзал. Спасибо. Будем участвовать и сделаем 24 часа, не 4 часа, если не возражаете, и пригласим всех одесситов. Спасибо, это замечательная идея. Это, поистине, будет серьезный шаг. Я думаю, что мы так и сделаем, это очень правильно. Я еще хотел один вопрос вам задать. Ваши предки и ваша родная земля, наряду с Украиной, 33 года, ваши дети здесь родились, но ваша прародина – это Сирия. И сегодня она тоже страдает в жуткой страшной войне, в которой гибнут тысячи людей. А это больше агрессора, Алексей Алексеевич. И от того же агрессора. То есть мы понимаем, что Россия и там, к сожалению, и в той части мира тоже приложила руку. К сожалению, так. И правда ли, что действительно катастрофические последствия этой войны для Сирии, разрушенная инфраструктура, гибнет так много людей? Правда. Не могли бы вы в двух словах рассказать нашим зрителям? Ситуация, к сожалению, очень плохая в Сирии. И наш агрессор, главный агрессор – это Путин. К сожалению, самый большой агрессор в том веке был Гитлер. И сегодня, к сожалению, никто не ожидал, что сегодня Путин. Я уверен, что никто не хочет в Одессе и не может подумать, что если кто-то из его семьи болеет, вывезти их в Приднестровье на лечение в их больнице. Никто не хочет учить своих детей в институтах и в школах в Абхазии или в Южной Осетии. И, к сожалению, Путин хочет делать Донбасса, сегодня Абхазии, Южной Осетии или Приднестровье. Я думаю, это абсурдный шаг и очень низкий. И Бог на стороне справедливости. И справедливость восторжествует. И мир будет на Украине, и мир, большой мир будет в Сирии, дай Бог. Спасибо. У нас в студии, я благодарю вас, господин Киван. Мы благодарны вам и за ту помощь, и за те слова, которые вы говорите всей вашей компании, крупной, вашей семье. И действительно, вот тогда мы продлим наш марафон. 16 августа у нас будет продолжение. А пока мы продолжаем наш телемарафон. У нас в гостях был Аднан Киван, основатель фонда стабилизации ситуации в Одесском регионе. Дальше у нас следующие очень интересные и важные гости. Поэтому прошу вас, продолжайте следить за нашим телемарафоном и принимайте в нем активное участие. Звоните, участвуйте в голосовании, задавайте вопросы в студии. И если есть такая возможность, помогайте тем одесситам, которые сегодня в самом горниле, в самом пекле, которые сегодня защищают Украину и наш с вами мир. Спасибо. Спасибо вам огромное. Здравствуйте. Добрый день. У меня сынок служит в армии. Ага. И вот он мне каждый раз звонит и просит и кажется. В начале апреля сына Анны Алексеевны забрали служить в пограничный отряд. Василий проработал в реанимационном отделении больницы водников 13 лет. Теперь он рядовой фельдшер. О своей службе в армии регулярно рассказывает матери. Он мне звонит и жалуется, что мама, вот нет обезболивающих, ноги натерли, простыли, еще что-то, еще раны обработать какие-то. Ты сходи в аптеку и перечисляй, что нужно взять. Украинская армия нуждается буквально во всем. Из лекарств только вазелин и зеленка. Сотрудники больницы решили помочь своим коллегам, а заодно и украинским военным. На совещание решили, что мы возьмем, если можно сказать, шефство над погранотрядом, где работает наш коллега. И, в общем, мы собрали ему деньги, собрали медикаменты и, в общем, сделали эту акцию как бы хронической. Чужих детей не бывает. Это все наши сыновья. Мы помогаем нашим сыновьям. Часть помощи передали деньгами. Некоторые лекарства Василий купит для сослуживцев самостоятельно. Несмотря на разные политические предпочтения, сотрудники больницы «Водников» единодушно переживают за Василия. Скинулись все всеми отделениями. Уже никто не был равнодушен к этому. Скинулись все всеми отделениями и передали деньги. Каждый день с погранотряда в Одесском порту военные уезжают в зону АТО. Там ребят отправляют на Луганск, на Донецк. Он им делает опечки такие одноразовые. Скорую помощь туда складет шприц, бинт, стерилиум, обезболивающий какой-то. В общем, вот так вот и помогаем. Впервые сотрудники больницы «Водников» оказали помощь украинской армии еще до начала активных боевых действий. Обещают помогать до тех пор, пока не воцарится мир. Ольга Китик, Виталий Прус, Тумска ТВ.